МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эфир телеканала ННТ продолжит новости Дагестана. В студии Белла Ахмедова. Здравствуйте. В начале выпуска коротко о главном. 38 за. Подавляющим большинством голосов депутаты горсобрания Махачкалы выбрали нового мэра столицы. Сад памяти. В Каспийске заложили сквер в честь моряков флотилии, отдавших жизни в ходе выполнения своего воинского долга. Отцы и дети. О новом проекте городского управления образования расскажем в выпуске. На смену старым газовым счетчикам придут умные. Газпром Межрегионгаз Махачкала запускает в столице региона уникальный проект. У столицы республики новый мэр. Махачкалой теперь будет управлять градоначальник без приставки ИО. 38 депутатов городского собрания поддержали кандидатуру Юсупа Умавова, который займет кресло мэра на ближайшие пять лет. О том, как проходили выборы, расскажет Карим Гамаев. Ему слово. Неожиданной развязки финальная часть выборов нового мэра столицы не получила. Как и предполагали большинство экспертов, победителем в этой гонке вышел более опытный кандидат Юсуп Умавов. Но все же было интересно посмотреть. Перед депутатами и представителями СМИ с трибуны выступали только два кандидата из трех. Имам Рамазанов не явился по семейным обстоятельствам. Есть предложение сначала заслушать кандидатов, а потом приступить к процедуре голосования. Первым свою программу представлял юрист Арсен Магомедов. Интерес к его презентации вызывали и прошедшие до выборов народные опросы в различных телеграм-каналах. Как и ожидали, Арсен в своем выступлении больше пытался вызвать поддержку у общественников и представителей СМИ, призывая к плотной и совместной работе по улучшению имиджа столицы. Но у вас есть шанс изменить ситуацию. Вы можете выбрать мэра, который сделает вас более сильным. Я и моя команда обещаю, что будут стремиться к балансу интересов всех участников в городке процесса. У присутствующих депутатов городского собрания возникли вопросы к программе кандидата. Из зала требовали больше конкретики. Нам нужна умная управление. Вы еще не сказали, как вы можете усилить финансовые составляющие. Ну а вышедший к трибуне Исуп Умалов, наоборот, начал сразу с презентации программы и показа слайдов, пытаясь точечно обозначить проблемы столицы и пути их решения. Новые условия ставят перед нами новые задачи и требуются современным подходом к решению системных и точечных проблем по городу. Решение этих проблем и достижение цели развития города, министра реализации, стратегические и тактические предприятия в последующем шести направлениях. Первое. Байтакный переход от решения текущих проблем и устранения по схвату в последствии, наводить системного объединяющего управления результатом. Голосование прошло в открытом формате. 38 депутатов, а это подавляющее большинство, отдали свои голоса в пользу Умалова. Горожане увидят, у меня большая надежда, что горожане увидят в новом мире, Юсупе и Умалове, много положительного и много прогрессивного в развитии нашего города. Город наш нуждается в обновлении, в движении, в динамике. Я им пожелаю удачи. Не остался разочарованным итогами выборов и получивший всего два голоса Арсен Магомедов. Бывший кандидат в мэры считает, что выиграл в главном компоненте, получив большую поддержку от горожан. По результатам всего, что сегодня было и было на этой неделе, я хочу в первую очередь выразить свои слова поддержки и благодарности всем тем горожанам, кто активно начал меня поддерживать. Это, я считаю, своим главным успехом и победой. Я, откровенно говоря, особо не переживаю, что я не стал мэром, потому как мне важна не формальная какая-то должность, а важно то, как люди это восприняли. Ну что ж, сегодня на выборах нового градоначальника столицы часто звучала фраза о том, что городу нужен новый импульс. И депутаты городского собрания решили, что этот импульс может дать более опытный человек системы Юсуп Умавов, отдав за него 38 голосов. Карим Гамаев, Сейдж Агидов, новости ННТ Махачкава. В Каспийске прошла торжественная церемония по закладке сквера в честь моряков Каспийской флотилии, отдавших жизни в ходе выполнения своего боинского долга. Мероприятие прошло в рамках Всероссийской патриотической акции «Сад памяти». Участие в ней принял и глава Дагестана Сергей Меликов. К сожалению, любые военные действия не обходятся без потерь. Мы по праву можем гордиться отвагой и героизмом воинов-каспийцев. В критический момент они погибли как герои, прикрывая собой в своих сослуживцах мирных жителей, спасая Отечество. Хочу еще раз пособолезновать и сказать огромное спасибо родным и близким наших ушедших товарищей за ваше мужество, за ваше терпение и умение жить вопреки ударам судьбы. Объединиться ради будущего подрастающего поколения. В Махачкале прошла первая родительская конференция «Отцы и дети». Инициатива проекта родилась в столичном управлении образования. Главная цель – сформировать конструктивный диалог между педагогами и родительским сообществом. Психологи, коучи, ученые, писатели и общественные деятели выступили с докладами на такие темы, как кризис в семье, поговорили о талантах и подготовке к ЕГЭ. Мероприятие, по словам организаторов, будет проходить на постоянной основе. Это конференция, которая направлена и на то, чтобы родители смогут услышать экспертное мнение относительно какого-то вопроса, для того, чтобы родитель мог высказать свою точку зрения, потому что мы ежедневно сами практикуем это родительство и есть какой-то свой опыт. Это все для того, чтобы родитель мог соотнести имеющийся у него опыт с какими-то, может быть, экспертными научными наработками. То есть это для того, чтобы был такой взаимообмен, мы должны формировать культуру родительства, осознанного родительства. Родительство, основанного не на физиологии, а основанного на дружбе, на взаимоотношениях одного человека и другого, в данном случае родителей и ребенка. В своем начинании в качестве начальника управления столичного образования в перспективе планирую ориентироваться именно на общественность в лице родительского сообщества. Почему? Потому что для меня важна обратная связь, понимать, как видеть образовательный процесс, воспитательный процесс родителей и, сходя из этого, слыша родителей, также вести диалог со своими коллегами в конкретных школах, в конкретных садах. На смену старым газовым счетчикам придут умные. Газпром Межрегион Газ Махачкала запускает в столице региона уникальный проект по установке приборов учета газа системой телеметрии. Это позволит абонентам сэкономить свое время и обеспечить безопасность. Межведомственное совещание по вопросам внедрения новой системы прошло накануне в Махачкале. Подробности у Патима Тханаповой. Умные счетчики все сделают сами. В этом году в столице региона произойдет важное изменение в сфере ЖКХ. Махачкала начнет переходить на интеллектуальную систему учета газа. С такими приборами больше не нужно снимать показания вручную каждый месяц и передавать в ресурсоснабжающую организацию. За жильцов это сделает программный комплекс. И в этой цепочке исключены потери, а значит ни одного неучтенного киловатта и ни одной лишней копейки. Сейчас группой компании «Газпром Межрегион Газ» реализуется уникальный проект. Именно в республике Дагестан выбрана была балансовая зона, сложная балансовая зона Махачкала с значительным объемом потерь газа. В этой балансовой зоне выделен был сектор, ориентирован на Кировский район. Выбирали его топологически правильно. Умные счетчики помогут абонентам не только сэкономить время и деньги, но и гарантируют безопасность. При утечке газа система автоматически блокирует подачу голубого топлива. До конца этого года планируется установить новые приборы в Кировском районе столицы. В дальнейшем география будет только расширяться. В Кировском районе города Махачкалы в данном секторе у нас зарегистрировано 11 645 абонентов, в том числе из них 3761 – это частные домовладения, и 7884 абонента, проживающие в 230 многоквартирных жилых домах и 244 промышленных и коммунально-бутовых объекта. Еще один важный момент. Для потребителей все работы по замене счетчиков проведут бесплатно. Приборы нового образца приобретаются и устанавливаются за счет энергоснабжающей организации. Внедряемая система значительно облегчит взаимоотношения поставщика и потребителя. Кроме того, в домах, где будут устанавливать счетчики, специалисты проведут и полный комплекс технического обслуживания газового оборудования. Патимат Ханапова, Макбед Магомедов, Новости ННТ, Махачкала. Он переписал Коран за рекордно короткое время. Речь о Сулеймане Аршилаеве из села Параулка Рабудахкенского района. Накануне его посетили представители Муфтеатра республики и районной администрации. Каллиграф рассказал о своей работе, об особенностях шрифта, стиле письма, а также о чернилах и бумаге, к выбору которых он подходил избирательно и с особым трепетом. В ходе встречи от Муртия Дагестана ему была вручена благодарственная грамота и подарок – сабля из дамасской стали. Иншаллах, мне самой тоже очень хочется, чтобы не только у нас в Дагестане, но и во всей планете восстанавливалось это забытое искусство, написание столько красивых Коран. И всем желаю, иншаллах, и если нужно будет с нашей стороны, любой заман поддерживать, иншаллах, мы готовы, пока мы живы. Этот наш брат, конечно, подал очень хороший пример для молодежи, так как он дает знать, понимать Коран – речь Всевышнего Аллаха. Так как узнав, что есть человек, который переписал полностью Коран, даже люди захотят прийти, увидеть это воочию Коран. И приходя сюда, человек просто так и не уйдет. Иншаллах, он возьмет, получит барракад. И посредством этого барракада, иншаллах, Аллах его наставит изучить Коран. В селении Кабир Курахского района открыли мечеть после реставрации. Историческое здание было приведено в надлежащее состояние совместными усилиями местных жителей и выходцев, проживающих за пределами республики. Отметим, что первый вклад в реставрацию внес в муфти Дагестана шейх Ахмад Афанди. Действительно, шейх Ахмад Афанди, муфтий нашей республики, первым оказал помощь в реконструкции мечети. Спасибо ему лично от меня, от сельчан и всех жителей района. Мечеть, которая не функционировала, сегодня превратилась в замечательное, красивое место богослужения. Пусть она как можно чаще будет заполняться прихожанами. Поздравляю вас всех с открытием. И к новостям спорта. Дагестанские футболисты помогли сборной России выиграть Кубок мира среди любителей. Турнир в формате 6 на 6 проходил в Турции. Там национальную команду представляли трое наших спортсменов. Муслим Бамадгиреев, Гамит Шахбанов и Рустам Рамазанов. В финальном матче российская дружина одолела сборную Ливии серии послематчевых пенальти. В основное время игра завершилась со счетом 1-1. Голом с 11-метровой точки отметился капитан команды Гамит Шахбанов. На этом я с вами прощаюсь. Смотрите наши выпуски также и в соцсетях. Приятных вам выходных, хороших новостей и до новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова